Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Ольга Вассенда. Смотрите сейчас. Комфортный путь. В городе ведутся работы по благоустройству улиц и дворов. Жильца мы прислушиваемся. Где установили детский игровой комплекс. Тихое убийство. Бабручанка умерла от отравления психотропом. Согласно заключению судебной медицинской экспертизы. Насколько лет курьер попадет в тюрьму. Доброе дело. БРСМ проводит сбор средств на строительство Центра патриотического воспитания молодежи. Вкладываясь в создание патриотического центра, мы вкладываемся в будущее нашей страны. Как стать частью инициативы. А также маршрут развития. Белорусский автопром. И важно знать каждому. В большинстве районах Беларуси действуют ограничения на походы в лес. С чем это связано? Тем для обсуждений много. Президент правил совещания по вопросам развития Витебской области. Свыше трети площадей пока не убраны. Урожай на зерновых существенно меньше прошлогодней. Заготовка кормов также ниже уровня 2022-го. Проблем хватает, отметил Александр Лукашенко. Есть претензии по загруженности мясокомбинатов. К тому же нужно уже сейчас готовиться к 11-му форуму регионов Беларуси и России, подчеркнул глава государства. Летом будущего года Витебск станет площадкой для его проведения. Надо максимально серьезно отнестись к подготовке. Знаю, что предложена генеральная идея мероприятия «Наука и инновации для экономического развития Союза». Нам есть что предложить партнерам. Успех ТИБА-2023 тому подтверждение. И есть что позаимствовать у российских коллег из науки. Предстоящий форум – это еще одна площадка для новых бизнес-идений. От инновационных наработок до заключения крупных контрактов. На повестке дня также создание отечественной противовирусной вакцины в Белвид Унифарм. Глава государства подчеркнул, важно получить качественный продукт. Также следует подумать о более масштабных планах и расширении линейки. Например, уже есть перспективное предложение о выпуске препаратов для лечения заболеваний крови. Отдельно Александр Лукашенко предупредил. На особом контроле случаи приписок и бесхозяйственности в ходе вакцинации, которые выявил КГК. Смертельное угощение. 47-летняя женщина отравилась психотропом. Как выяснилось, 52-летний бобруйчанин ранее неоднократно судимый за кражу устроился работать курьером наркомаркета. Первую партию присвал себе, попробовал товар на вкус и угостил знакомую. После чего та скончалась. Согласно заключению судебной медицинской экспертизы, смерть наступила от отравления особо опасным психотропным веществом, альфа-ПВП. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков, который повлек смерть человека. Фигуранту грозит до 25 лет лишения свободы. Электоральная кампания «Мирный атом» и «Приятный бонус». С сентября учителям поднимут зарплаты. Насколько? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Центральная избирательная комиссия вступает в активную фазу подготовки к единому дню голосования. Предстоящая электоральная кампания особенно тем, что в 2024-м будут выбирать депутатов всех уровней – от сельского совета до палаты представителей. Средняя численность избирателей на округ – 61 960. Второй энергоблок белорусской атомной электростанции планируют ввести в эксплуатацию этой осенью. Сейчас проходит завершение последней стадии проекта. БЛАЭС с момента включения в энергосистему страны уже выработала более 18 миллиардов киловатт-часов энергии. Это позволило заместить около 5 миллиардов кубометров природного газа. С 1 сентября в стране повысится зарплата педагогических работников. Самую большую надбавку получат учителя и преподаватели за классное руководство и кураторство учебной группы. Также изменится и размер базовой ставки. Она составит 235 рублей, ранее было 228. Беларусь освоит сборку китайских кроссоверов бизнес-класса. В ближайшее время автомобили будут сертифицированы, а с сентября начнется поставка машинокомплектов для их производства на территории нашей страны. В прошлом году было создано около 30 тысяч автомобилей «Джили». На 2023 поставлена задача выпустить вдвое больше. В 78 районах Беларуси действуют запреты и ограничения на походы в лес. Интерактивная карта размещена на сайте Минлесхоза. Она обновляется в режиме реального времени, поэтому данные могут меняться в течение дня. Деловой дресс-код «Беллехпром» разработал более 400 моделей школьной формы. Фирменный почерк славянки, элегантность и практичность. Строгие жилеты и джемперы, современная палаца и квилоты, классические юбки и сарафаны. К новому учебному году предприятие подошло во всеоружие. Ставка на капсульный гардероб. Например, базовый комплект для мальчика обойдется в 120 рублей. Сейчас главный упор делается на форменность и ценообразование. Хочу сразу заверить всех родителей, что цены у нас по сравнению с прошлым годом не изменялись. С сентября в Беларуси вводят второй обязательный элемент школьной формы. Решение о том, что это будет и где его приобрести, принимается с учетом интересов учащихся и их родителей. В цветовой гамме предпочтения дают синему, серому, черному и бордовому. В тренде по-прежнему остается клетка. Кропотливый труд. В Бобруйске активно ведутся работы по благоустройству. В одном из дворов на Минской установили новый детский игровой комплекс. На Комсомольской, Пролетарской, Гоголя и других улицах города идет дорожный апгрейд. Кто делает город краше? Далее. На радость взрослым и детям. Во дворе на Минской 57 устанавливают игровой комплекс. Практичная лестница из дерева, шведская стенка с рукоходом, мост с перилами и удобная горка. И, конечно, комфортные качели. Современное оборудование соответствует всем требованиям техники безопасности. Производится осмотр, своевременный ремонт и установка нового детского игрового оборудования. Также установлено в 2023 году более 80 штук малых архитектурных форм. А именно это и скамеек, и установлены и урны. На придомовых территориях, конечно же, у нас ежедневно работают дворники, которые непосредственно делают наш город чище. В самом разгаре и покостровы во дворах. Более 70 тысяч гектаров обрабатывают за сезон только в Ленинском районе. Сотрудники ЖЭУ работают согласно графику, при этом всегда учитывают обращения граждан. Жильцам мы прислушиваемся. Просьбы иногда поступают бабушек, допустим, обкосить какую-то клумбу. И всегда советуют друг другу, говорят, вот я его знаю, он очень хорошо цветает, он не собьет это точно. А у них же всякие там цветочки, физалисы растут. Цветет и пахнет. Петунии, бегуни, виолы, бархатцы. Бобруйские озеленители в этом году высадили 590 тысяч единиц рассады. И это еще не все. Радует глаз Барбарис, Эспиреи, Туи. В разных частях города развешаны ящики с ампельными цветами. А на тротуарах и зеленых зонах стоят большие вазы с растениями. Тихий, спокойный, небольшой городок. Все компактно, доступно. Очень нравится Бобруйск. Я могу сказать, что всегда тянет на родину, какой бы другой не был город, а мегаполис большой. Я много где была и в Индии, и в Италии, и в Европе, и в Азии. Но всегда тянет в родные, любимые места. Много магазинчиков сделано, площадь Ленина мне нравится. С детками мы ходим гулять по этим местам, которые тоже напоминают нам о нашем детстве. Бобруйск мы очень тоже любим. Большое внимание дорогам. Рабочие продолжают укладывать тротуары на Пролетарской и Пионерской. Вскоре уложат асфальт на Гоголя. Апгрейд полностью затрагивает и маршрут движения автобуса 5А, а также спуск к городскому пляжу санатория имени Ленина. Выполнены работы по ремонту улицы Ковзана. Выполнены работы на улице Ванцетим, на улице Чангарской, на улице Октябрьской. Начали работы по улице Комсомольской и улице Энгельса. Асфальт заменили также на Социалистической, Шевченко, Пушкина, Гагарина, Карла Липхнихта, Третьей, Луговой, Минском шоссе и в переулке Четвертом Путейском. И это лишь часть списка. К тому же за счет средств республиканского бюджета новенький тротуар появился на Минской, Урицкого и Береговой. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруиск, 360. На благо страны БРСМ проводит сбор средств на строительство Центра патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости. Волонтеры разработали листовку с QR-кодом, по которому можно в два клика перейти на нужную страницу ИРИП. Там указан благотворительный счет. Так все желающие могут внести свой вклад в доброе дело. Центр патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости – это то, что нас объединяет. Каждый белорус может и должен внести свой вклад и быть сопричастным к созданию этого объекта для воспитания молодых патриотов страны. Ведь вкладываясь в создание патриотического центра, мы вкладываемся в будущее нашей страны. Новый этап развития патриотического центра на Кобринском укреплении предполагает реконструкцию казармы площадью более 2500 квадратных метров и строительство спортивного ядра. Также будет благоустроено 3 гектара территории и подготовлена площадка для летнего палаточного городка. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире. Каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok